Братья-месяцы В этот день христиане чтут память святых апостолов от 70-ти, Ераста и Родиона, I век. У этого студенного ноябрьского дня было сразу два небесных покровителя. При этом каждый из них будто норовил перещеголять своего сотоварища ледяной выдержкой, холодностью отношений и своими вековыми, словно на морозе застывшими привычками, которые с течением времени совершенно не менялись. Родион, например, вечный спутник зимы, из года в год назначающий своей снежной леди свидание, еще с утра к очередной встрече все дороги летком гололедил. А Ерасту для вдохновенной работы муза не требовалась. Наш Ераст сам на все гораст, и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу. Впрочем, иногда случались незадачи и у этих студенных господ. То Матрена, предыдущего дня хозяйка, забывала на земле свое туманное одеяло, и тогда расплывалось оно белым плотным облаком, вызывая неожиданные по эту пору отепели. А бывало и так, что ледяные насты святого Ераста дождиком поливала, теша матушку распутицу. Но люди, капризом природы давно привыкшие, ни холоду, ни теплу уже не удивлялись, зная, что ноябрь бездорожник то снегом сеет, то грязь смесит, ни колесу, ни полозу ходу не давая. Поэтому в этот день деревенские хозяева, ни ночью милость не надеясь, а запахнув поплотнее тулупчики, да нахлобучив три ухи по самые брови, отправлялись пешочком в ближайшую церковь осветить хлеб с большим куском соли. Говорят, нехитрое это действие помогало захеревшую скотину на ноги поставить. Верили в это свято всей душой, иначе зачем человек, покупающий зимой корову, обязательно требовал от хозяина и предаток, тот самый освященный с солью кусок хлеба? То, что в хлебе столь выдающиеся качества обнаруживались, еще понятно, он и сам по себе свят, а соль, она-то тут при чем? Оказывается, и соль при определенных обстоятельствах свои магические свойства проявить может. Попробуйте просыпать ее щепотку на стол, непременно с кем-нибудь ссориться придется. А чтобы избежать подобной неприятности, нужно или рассмеяться, или ударить себя по лбу, для верности слегка посолив голову. Ну а чтобы во время свадебной церемонии молодоженов не сглазили, жених должен держать у себя в кармане небольшой мешочек с солью. И это еще не все. Соль, она на многое способна. Поинтересуйтесь. В этот день примечали. Утром иней на деревьях, затяжной слякоти. Настоящая русская зима наступит еще не скоро. Вечером иней выпал. Ожидай обильного снегопада и мороза. Ветер дует. Жди метели и похолодания. Туман стелется по земле к оттепели. Воробьи громко кричат к потеплению. Воробьиных гнездышках много поха к холодам. Воробьи в траву спрятались к снежной буре. А еще говаривали, если ребенок родился 23 ноября и в этот день стоит ясная погода, то говорят, что в жизни у него будет много счастья. Нельзя на Яраста отправляться в путь по льду. Сломается, каким бы прочным он ни был. А если угостить того, с кем вы находитесь в ссоре, освященным хлебом на Яраста, примирение не заставит себя долго ждать. А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают День Откровения Богов. Это один из самых лучших дней для взаимодействия с богами. К этому действу призывает нас и Велесова книга. В этот день можно с помощью богов оказывать серьезное воздействие. Как на саму природу, так и на человеческие сообщества, на рода. Наши предки времен ведического периода это хорошо знали и творили солнечные обряды и мистерии, оказывая влияние на ход развития жизни и становления своих родов. Лучше всего такое взаимодействие проводить на месте силы. Оно усиливает идущие энергии, гармонизирует их и способствует принятию их для тела и души человека. Праведный родич, тот, кто живет по совести и правде, придя на такое место, чувствует эти энергии, силу звездных чертогов, то сияние, которое они дарят Земле. Во времена ведические боги могли проявляться на праздниках, во время славления, гимна, а также сами люди, обладая духовной чистотой и видением, могли видеть эти силы и взаимодействовать с ними, получать и делиться информацией. Через бескровные требы на проводимых обрядах и свято-действах мы дарим свою силу, энергию душам родичей, живущих в иномирье. Сила нашей любви, нашего душевного тепла и света, наше внимание озаряет миры, где живут души ушедших родичей, оттого становясь сильнее, могущественнее. Рода крепнут и уже с высоты, и мерности иномирья могут помогать нам, людям, живущим в нашем мире яви. От этого крепче становится связь между мирами, связь поколений, и наше родовое древо распускается, напитываясь живительной влагой из самых тайных и волшебных родников наших душ. Необходимо возрождать, закреплять и приумножать связь поколений, восстанавливая родовую память. Время летит с необычайной скоростью. События и факты нашего прошлого не должны стираться из памяти. В наших силах сохранить традиции и обычаи предков. Иначе сквозь пальцы опущенных рук время утекает. И какое будущее тогда всех нас ждет? Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok